Это достаточно разумный и качественный подход к организации парковочных мер. То есть сверхнормативного количества строятся подземные паркинги нормальные. И есть пример размещения открытых парковок рядом с домом, тоже достаточно позитивный. То есть каждый застройщик для себя сам выбирает, что нужно сделать по минимуму или нужно сделать, чтобы было хорошо. То есть вот здесь пример позитивный. Оба застройщика, они делают достаточно комфортно. Может быть расскажешь тогда о нормах, которые приняты в строительстве, которые, возможно, будут приняты в ближайшем. Но еще раз говорю, что сейчас мы готовим изменения в региональные нормативы для строительства строительства и исключаем, знаете, такую вилку. То есть можно посчитать по действующим нормативам, как очень мало, так и очень много. Поэтому мы эту вилку исключаем, достаточно среднюю норму. При этом она от минимальной действующей на сегодня будет отличаться более чем в два раза. То есть мы в два раза ужесточаем требования по количеству строительства. Сколько тогда примерно будет? Вот. Будет примерно 0, не примерно, а точно будет 0,66 машиноместа на одну квартиру. То есть там считали количество людей, количество людей можно было тоже посчитать там по максимуму, по минимуму. Там 0,8 на одного человека. Это очень сложно, непонятно. Сейчас, ну и, наверное, там в будущем пройдем период установления этих норматив, но и в дальнейшем, я думаю, тоже будем еще увеличивать. Это не значит, что все это место в одну большую парковку превратится, то есть здесь и детская площадка будет? Значит, как раз вот это такой хороший пример, когда есть парковка, она живет там злее жизнью. На крыше парковки детские площадки, там площадка отдыха, взрослых. Там, то есть здесь как раз такой будет тихий двор, в котором не будет вообще машин. То есть въезд только в парковку. Вот. Здесь в этом дворе просто машиноместа. То есть можно отпустить детей, пусть они там гуляют, никто и не помешает, никто и не наедет, никто и не заедет на детскую площадку. Это просто не возможно. Это у нас единственный дом, который вы в первой, или еще где-то есть? Нет, почему? Вот как раз два дома строятся, да, то есть есть застройщики строятся. Короче, въедет просто, мы хотели там показать комплекс, смотрите. Вот два комплекса, правильно, на мой взгляд, правильно. Я так скажу, парковка, я не знаю, что бывает. Я не знаю, что бывает. Слушай ее. Вы знаете, сюда есть какая-то. Я произведу ее на две составляющиеся. Одна проблема, нет каково из средств. На самом деле города, то есть мы должны честно сказать, что это проблема собственников этих торговых центров, и они должны ее решить. То есть путем, значит, дополнительных парковочных мест на дополнительных земельных участках, может быть, там, даже где-то в границе красных линий, там, где позволяет горостыбинная ситуация, мы можем пойти на увеличение парковочных мест. Но этим должны заниматься собственники тех объектов, в которых существует такая проблема. Есть проблема, там, относительно каких-то мест протяжения городских, там, где эта проблема, там, либо она хроническая, либо она, значит, возникает, там, от раза в разу. Ну, если говорить о техронических проблемах, то эта проблема, мы понимаем, что это у здания городской администрации существует такая проблема, и такая проблема существует у здания, там, Ленинской администрации. То есть это центральная, разумеется, часть города. Значит, для решения этих проблем, вот сегодня, как раз я утверждал, там, документацию по Борьково-22, значит, открытая парковка на 48 машиномест, мы планируем в реализовывать проекты на браках ГЧП. То есть частный инвестор, значит, плодовое средство, то есть это организация платных парковок. Платные городские парковки. Значит, второй проект, это сразу за зданием администрации, там есть несколько ветких аварийных домов, после их сноса, есть исследованный проект строительства парковки на 100 мест. Тоже такой же проект, значит, строительство платной парковки, то есть все это приезжают, то есть машины оставляют на плену поиска времени, поплатят деньги какие-то, разумеется. Это мировая практика, во всем мире только так решается. Скажите, пожалуйста, вот я с вами наболевших, вот в центре города можно уже наблюдать, да, то есть когда, не знаю, жить с Филисами, там, самозахватами или просто разрешение, они как-то не получили. Они берут и возле дома просто прямо вот газон так берут и делают там парковку для своих машин. Вот на ваш взгляд вообще вот насколько сейчас нужна городу такая огромная разветвленная газонная зола, как от зона, которая летом практически превращается в огромный нюхеросборный, как не секрет. Вы знаете, это опять же там причина в том, что те нормативы, которые, по которым проектируют себе, не соответствуют современным требованиям. И я считаю, что если это, вот важно, как это сделано, то есть если там строительным мусором, чем попало там, завалено, да, это одно, значит, когда, чаще бывает вообще ничем не завалено, просто на газон машины встают, значит, давят, вытаскивают грязь и все остальное. Если это сделано, аккуратно, значит, убран там растительный слой, сделана щегоночная подготовка и аккуратно там стоят машины, но я ничего других этого не имею, я только поддерживаю. Жельцы вообще вот могут такое сделать, допустим, вот там газонная золота? По собранию общего собственника. То есть, нет, я имею в виду землю не та, которая во дворе, а которая наружу, вот эти вот огромные газоны, поларовские там раввины сейчас стоят, да, вот рядышком дом стоит. Нет, там только по согласованию с органами местного управления, то есть все, что в красных линиях, это земли общего пользования, то есть на них не может быть какое-то ограниченное использование, наложено одним разрешить, другим не разрешить, то есть это земли общего пользования. Все, что за границами красных линий, то есть это дворы, там какие-то, может быть, проезды, там тридворовые, то есть там уже, соответственно, как размежеванные земельные участки, там жильцы вправе в свое время. Ну, я имею в виду, если жильцы все-таки захотят такое сделать, они могут это как-то с мэрией согласовать или с территориальным управлением? Они могут согласовать, гражды всего, друг с другом и это реализовать, то есть здесь даже не требуется специального разрешения от мэрии у себя во дворе организовать парковку. Нет, не на дворе, а именно за пределами дома, за красной линией, вот эти газоны огромные. Ну, вы знаете, вопрос сложный, то есть, понимаете, еще раз говорю, мы не можем предоставить, мэрия не может предоставить земельный участок для товарищества, да? Вместе с тем, ну, такая инициатива, наверное, может быть рассмотрена, в принципе, в каждой ситуации, там, градостроительной, в зависимости от того, там, где какие прокладываются сети, там, и так далее, ограничения. Да, мы готовы рассмотреть. Спасибо.